Своими достижениями участницы кружка по изготовлению украшений Одинцовского клуба «Активное долголетие» делятся друг с другом перед каждым уроком. Здесь изделия из кожи, бисера, но больше всего текстильных, в стиле боха. Именно с них решили начать обучение в кружке. В текстильных украшениях преобладают цветочные мотивы. Освоить стиль боха могут все желающие. Он совсем несложный. Сделать украшение можно всего за два занятия, зато очень интересный. Мне нравится делать композиции. Там же композиция идет. Не просто цветок сделан, а вот как-то надо так разложить, чтобы было красиво, чтобы было интересно, чтобы мне нравятся тональные украшения по тону. Хотя, конечно, по контрасту тоже они интересны бывают, но я больше люблю, когда в тональности украшения. О материале тоже не придется особо заботиться. В ход идут обрезки тканей, кружева, бусины, стразы, пайетки. Все это обязательно найдется в обиходе любой хозяйки, уверен руководитель кружка Надежда Николаевна. Долгие годы она посвятила работе в школе и профессионально-техническом училище. Преподавала русский язык, литературу и эстетическое воспитание. А потом по состоянию здоровья переквалифицировалась и стала педагогом дополнительного образования. Учила детей рукоделию, которым любила заниматься с детства. Я очень люблю вязать крючком, я без вязания вообще не могу. Начинаю, вот заканчиваю одно изделие, начинаю другое. Вот это мое любимое. Вот, ну я много знаю. Я валяние освоила, сейчас очень модный вид такой рукоделия. Работа с кожей. Сейчас Надежда Николаевна делится своим опытом со взрослыми учениками. Признается, что с ними работать намного проще. Схватывают буквально на лету. Одна из учениц – Екатерина Изотовна. Ей 85. Раньше в клубе «Активное долголетие» она ходила на гимнастику, посещала литературный кружок, а в этом году увлеклась изготовлением украшений. Я вообще люблю всякие вот заниматься этими самоделками. Я, во-первых, и вязать умею, и вышиваю. И вот в прошлом году уходила сюда, мы из бумаги тоже всякие эти делали, поделки. Ну а в этом году вот она нас учит цветы делать. Такие красивые розы, кстати, вот я уже сделала себе брошку. У Екатерины Изотовны есть сын, но живет он отдельно. Поэтому для нее важны не только занятия, но и общение со сверстниками и единомышленниками. Если вот поживые люди одинокие живут одни, общаться не с кем. Очень трудно, тяжело жить одной, без общения. Поэтому вот когда сюда мы приходим, мы здесь все-таки облегчение получаем, отводим как бы душу свою. Полуторачасовые занятия проходят еженедельно по вторникам. Присоединиться к основному составу могут все желающие дамы в возрасте от 55 лет. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова